Доброе время суток, дорогие друзья! Уважаемые подписчики и гости нашего канала, и мы вновь рады встрече с Вами! Привет, друзья! В Анталии по-прежнему очень жарко, ну а мы продолжаем вас знакомить с достопримечательностями города Анталии. И сейчас мы отправляемся на Тельферик, на канатную дорогу. Вас, конечно же, приглашаем вместе с нами. Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не жарко... Я думаю, сейчас машина 37 на улице 45. Хорошо... Сейчас Тельферик... Потом аквариум... Словно... Я не работаю... Ночую... Словно... Гулять... Канатная дорога в Анталии находится на выезде из города в сторону Кемера. Доехать до нее можно либо на такси, либо на городском автобусе. Это конечная остановка маршрутов КЛ-08, КФ-52, КМ-61, УДЖИ-32, ВС-18, СД-20 и СД-20А. Канатная дорога доставляют посетители на гору Тюнек-Тепе. Тюнек-Тепе переводится как Насист или Холм. Вот такое название она получила. А на самом деле это красивая гора, поросшая хвойным лесом. От центра Анталии до Тюнек-Тепе всего 15 км в западном направлении. От центра города по времени 15-20 минут приблизительно. Это одно из лучших мест города Анталии и считается одной из визитных его карточек. Это лучший способ полюбоваться Анталией с высоты птичьего полета. И если вы едете на отдых в Анталию, то обязательно добавьте в свой маршрут это место. Канатная дорога в Анталии была официально открыта мэрией города в 2017 году и сегодня является одним из излюбленных мест как для местных жителей, так и для туристов. Автобусная остановка. Канатная дорога находится в районе Каньялты, Сарысу, города Анталии. Каньялты один из самых престижных районов города с великолепными обустроенными пляжами и прибрежной зоной отдыха, которые можно назвать лучшей в Турции. Этот район идеален не только для отдыха, но и для постоянного проживания в Анталии. А сейчас вы видели вывеску, на которой было написано ресторан, именно грузинский ресторан. И вот мы уже подходим к билетной кассе. Такая кафешка здесь. Так, время работы с 10 до 19.00. Дороги. К жителей. Ихачья. Какая? Руслым. Руслым. Корректор. Прилучил с 3.00. Руслым. 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 Лир. Вюзит. Прилучил с 3.00, Ихачья. Можно не почитать. Какая она? 150 лир, 2 человека. Кабинка рассчитана на 8 человек. 75 лир, 8 человек. Ну и так, мы заходим. И вот так это все выглядит. Гора, на которую ведет подъемник, составляет 618 метров над уровнем моря. Это наивысшая точка Анталии в черте города. Собственно, поэтому она и была выбрана для сооружения канатной дороги. С нее открывается потрясающий вид на город и его окрестности. Для любителей красивых фото это место обязательное к посещению. Длина канатной дороги составляет 1706 метров. И подымает она посетителей на высоту 605 метров над уровнем моря. Состоит из 36 вагонов, в каждом из которых может находиться не более 8 человек. Циркулирует без перерыва и может перевозить 1200 человек в час из зоны отдыха СРСУ на самую вершину горы. Во время приятного путешествия, которое длится приблизительно 9-9,5 минут, вы доберетесь до самой верхней точки. Ну а теперь я предлагаю вам насытиться этим великолепием, а затем я продолжу свой рассказ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень красивый вид Мы не в первый раз Парагает Как впечатление от Анталии? Дороже стал да что правда то правда для тех кто отдыхал ранее здесь они им есть чем сравнить цены действительно в два-три раза поднялись на всю буквально ну а вообще от анталии как вы впечатление красиво Ребята, как море. 29 градусов. Слишком. Субтитры сделал DimaTorzok Все, заулыбался сразу. Сразу заулыбался. Ребята, приятно было познакомиться. Хорошего вам отдыха. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Ребята, такой воздух. Просто что-то невообразимое. Уши, конечно, немножечко подзакладывает, потому что высота. Мы здесь не в первый раз. Как я уже говорила, я это место очень люблю. Фото зона. Вот фотограф, который предлагает услуги. Фото. Так что, кому надо, посмотрите, в каком красивом месте. Фотошоп. Ой, какая прелесть. Видите? Русская речь. Иностранцы, иностранцы, иностранцы. Ребята, откуда вы? Откуда конкретно Россия? Красноярск. Бывали проездом на самолете. Трансфер не нужен вам? Не пользуетесь услугами? А, все, ясно. Кстати, если вы будете в следующий раз, можете воспользоваться нашими услугами. У нас трансферная компания, и мы предлагаем и экскурсии, и арендам автомобиля. Все, что хотите. Ух ты! Нет, я бы не рискнула бы никогда. Пока борьются, полетишь в пропасть. Экстрим – это не по нашей части. А раньше очень любила всевозможные экстремальные штучки. Так, здесь магазин. Можно приобрести сувенирную продукцию. Шляпки даже вот есть. Кафе, где можно перепустить фрукты. Здесь, ну, конечно, воздух здесь великолепный. Дышится легко. Что? Я бы никогда в жизни не полезла туда. Кокосики. Здесь, конечно, изумительные виды. Открывается вид на море. А это место очень популярное. И те, кто направляется на отдых в Кемер и в районы, которые находятся рядом, по дороге следования видели этот остров. Этот остров имеет три неофициальных названия и три очень интересные истории, о которых я вам сейчас расскажу. Первое неофициальное название этого островка – черепаха. По форме напоминает черепаху, особенно если смотреть с высоты птичьего полета, с борта самолета. При экскурсии на яхте возле острова можно увидеть черепах. Второе название – мышиный остров. Всем известно, что крысы и мыши первыми бегут с корабля, терпящего бедствия. Предания моряков гласят, что очень часто при крушениях кораблей мыши спасались на этом острове и что иногда, следуя за грызунами, спасались и люди. И, наконец, третье название – остров неверных жен. Рассказывают, что на этот остров обманутые мужья увозили неверных жен. И это было гораздо гуманнее, чем в некоторых исламских странах, где местный закон дозволял предавать виновных в супружеской измене смертной казни через побивание камнями. Если же, бросившись от отчаяния в морскую пучину с берега острова, женщина доплывала до материка, она бывала прощена. Еще один ресторан. Дорогие друзья, я благодарю всех за просмотр и за внимание. Смотрите продолжение этого видео. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, если это видео вам понравилось. Я говорю всем до свидания и до новой встречи на канале «Новая жизнь в Анталии» Светлана Али. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»